Очень часто спрашивают про пряжу и просят показать хорошую. Вот эта бюджетная полушерсть относится к одной из них. Прекрасно держит резинку, неприхотливая, большая цветовая палитра, не скатывается, вполне себе достойная. Не забывайте читать и просматривать все мои публикации внимательно. Я всегда делюсь полезной информацией и пряжей, которая мне нравится. Я очень редко покупаю дорогую пряжу, так как не вижу смысла тратить деньги, когда можно выбрать из сегмента недорогих производителей хорошего качества нить. Кстати, напишите свое мнение. Ну а сейчас я вам покажу, как я ввожу в работу новую нить по-простому и незаметно. Среди вас много новичков, которым будет интересно увидеть, как я это делаю. Пока я вам рассказывала о своих впечатлениях, у меня закончился моточек. Оставляю небольшой кончик, беру нить нового моточка и накладываю сверху. Таким образом у меня в работе две нити. Провязываю некоторое расстояние, петель 5 или 6 достаточно. Только эти петли нужно вязать немного плотнее, чем остальные, так как их две, чтобы они не выделялись среди других. И продолжаю свое вязание. Сейчас я провяжу несколько рядов, чтобы показать вам, как это выглядит со стороны. Вот такие наизнанке остаются кончики, они мне больше не нужны, а на лицевой стороне прекрасный внешний вид. Концы я эти обрезаю, а еще надежнее подклеить, чтобы вы не переживали, если это изделие вяжется на заказ или на продажу. В таких случаях я использую термоклей, либо любым другим, который продается в рукодельных магазинах. Не со всей пряжи я использую такой метод, но в большинстве случаев. Это зависит от фактуры, толщины нити, ажура и других факторов. Есть толстые нити, например, шнур, которые совсем по-другому соединяю. Мастер-класс такого способа будет в описании. Хорошего вам настроения, до новых вязаных встреч!